Лекции. Добрый день, дорогие студенты. Сегодня наша тема – научный стиль язык академического текста. Цель лекции – познакомить студентов с основными понятиями научного стиля и языка академического текста. План – понятия научного стиля, основные характеристики научного стиля. Второй вопрос – особенности использования различных речевых конструкций, лексические формы, антонимы, синонимы, амоформы, фаронимы, устойчивое сочетание фразеологизма, тавтология для назмы, речевая недостаточность. Третий вопрос – предложенные управления, сочетание однородных членов предложения, собирательные и существительные. Четвертый вопрос – основные стилистические ошибки в научных текстах возможности их исправления. И список литературы, которые вы можете дополнительно изучить самостоятельно данную тему. Итак, как известно, в самом общем виде стиль представляет собой отбор языковых средств – фонетических, лексических, фарфологических, синтестических, стилистических. В зависимости от цели высказывания основой всех стилей становится русский литературный язык, основным свойством которого выступает нормированность, языковые нормы. Молодой человек в возрасте 17-18 лет, получивший среднее образование, является носителем литературного языка. Ему уже известны все основные закономерности устройства и функционирования языка. Однако владение различными стилями представлено неравномерно. С одной стороны, свободное владение разговорным стилем и недостаточное понимание официально-делового, публицистического и тем более научного. С другой стороны, за годы обучения в университете одной из задач, стоящих перед обучающимися, как раз и становится задача формирования устойчивой стилевой компетенции, предполагающей возможность свободно ориентироваться в многообразии текстов и жанров, становится не только получателем текста, но и его активным создателем. Научный стиль обслуживает научную сферу общественной деятельности. Он предназначен для передачи научной информации в подготовленной и заинтересованной аудитории. Это становится очевидным при сравнении его с другими функциональными стилями, разговорным, официально-деловым, публистическим или стилем художественной литературы. Отметим, что это касается как устной, так и письменной формы презентации научного текста, хотя в большей мере рассматриваемые в этой теме вопросы относятся именно к формальной стороне научного исследования. Научный стиль имеет ряд общих черт, общих условий, функционирования и языковых особенностей, проявляющихся независимо от характера наук и жанровых различий, что дает возможность говорить о специфике стиля в целом. К таким общим чертам относятся первое – предварительное обдумывание и высказывание. Второе – многомонологический характер высказывания. Третье – строгие отборы языковых средств. Четвертое – тяготение к нормированной речи. Таким образом, понимание сущности и специфики научного стиля связано с более эффективным языковым оформлением основных идей и результатов фактов осуществляемого научного исследования. По справедливому замечанию, Арнель в научном тексте не должно быть стилистической неряшливости или чрезмерной усложненности. Изложение должно быть ясным, точным, простым и строгим. Но все эти свойства не приходят сами собой. Им надо специально учиться, тщательно отрабатывая свой стиль. Хотелось бы обратить внимание студентов, если не на требования жесткого следования этим правилам, то хотя бы на стремление их соблюдения и постепенной выработки навыков научного стиля. Возможности формирования научного стиля закладываются на практических занятиях, в подготовке докладов и рефератов, в процессе конспектирования источников слушания лекций, ответов на семинарских занятиях, что способствует формированию у студента навыков академизма как особого употребления языка в условиях научной коммуникации. Оформление результатов проведенного исследования в виде законченного текста один из самых сложных и ответственных моментов создания научного сочинения, для которого требуется владение навыками научного стиля изложения. Основными признаками, свойствами научного стиля становятся логичность, объективность, безличность. Очевидно, что первое свойство научного текста связано с его композицией, то есть распределением информации между введением основной частью и заключением. С другой стороны, логичность связана со способами доказательства. Так, любое исследование носит индустриальный характер, либо дедуктивный характер. Если объективность становится результатом строго научного подхода к решаемой проблеме, то безличность достигается, собственно, формальным путем. Так, в научном тексте предпочтение отдается местоименным формам мы рассмотрели, нами рассмотрены вместо формы я. Я считаю, я уверен в том, что и так далее. И в этой связи следует говорить о конкретных способах достижения этих свойств в тексте за счет различных способов языкового выбора, замены, редактирования текста, доступных в большей мере научному руководителю. Но с течением времени такие качества вырабатываются и как черта индивидуального стиля автора. Кроме того, студенту следует всячески избегать эмоциональности, поскольку этого требует специфика стиля. Работа над научным текстом осуществляется как критическое осмысление и переосмысление первичного текста научной работы. И только на самом последнем этапе итоговым представлением результатов работы в виде оформленного текста. Рассмотрим основные требования к языковому оформлению научной работы. Помни о том, что научная работа – это прежде всего текст, в котором используются языковые единицы того или иного языка. С точки зрения лексики, любой научный текст характеризуется жестким требованием исключить стилистически окрашенные слова, относящие разговорный, фамильярный характер. Поэтому основной костяк лексики научного стиля составляет слова нейтральные, чаще всего относящиеся к ментальной сфере. Кроме того, 30% лексики представляют собой собственно терминологию той или иной науки. Основатель семиотеки науки о знаках Морисович писал о том, что изучение науки есть изучение языка науки, которое в перефразированном виде можно сформулировать так, а обладать не любой наукой, значит, обладать ее терминологией. Любая наука обладает очень широким диапазоном используемых терминов, отражающих различные методы школ, методики школы или направления научного исследования, так и отдельные виды заданий, которые выполняются студентами, в частности составление глоссарей, статьи или выделение поля ключевых слов, позволяют увидеть и понять необходимость жесткого ограничения такого набора терминов узкими задачами научного проекта. Кроме того, намеренные ограничения и сужения способствуют формированию такого качества текста, как точность. Ее можно рассматривать до двух аспектов, как точность терминологическую и точность логическую, самого описания. К сожалению, приступая к работе, студенты не всегда обнаруживают необходимое владение терминологическим и понятильным аппаратом будущего исследования, но это лишь означает, что им предстоит планомерная работа по освоению навыков научного исследования и глубокого осмысления предмета речи, в частности, может идти о работе над курсовым или дипломным исследованием. Термин, как языковая единица, это слово или словосочетание, служащее для выражения понятий специфичного для какой-нибудь отрасли знаний. Терминологической системой называют всю совокупность терминов в той или иной отрасли. Объемное содержание отражаемого термином понятия фокусируется, фиксируется в специальной литературе и отводит к системе профессиональных знаний в этой области. Для того, чтобы слово стало термином, оно должно иметь определение в специальной литературе. Такое определение принято называть дефиницией. Разные авторы, пользуясь одними и тем же термином, дефинируют его несколько по-разному. Отметим, что в работе над научным текстом студенту необходимо обращаться к терминологическим словарям соответствующих предметных областей при выполнении модульного задания Путина, к примеру, человек как предмет познания в религии. Следует в самом начале работы дать четкие дефиниции терминов. Такая работа становится и частью обзора литературы, как этапы исследований. А сами словари становятся частью списка используемой литературы. С точки зрения морфологии, научный текст имеет несколько особенностей. Соблюдать некоторые весьма просто. Речь идет, например, о запрете использования личного местоимения «я» и замене его формы «мы», что вызвано требованием соблюдения научной этики. С одной стороны, и ссылкой на совместный характер работы над научным проектом совместно с научным руководителем, с другой. Мы считаем, нам представляется, подчеркиваем, также в использовании таких конструкций часто подчеркивается этический аспект научной работы. Тем самым подчеркивается идея о скромном вкладе проведенного исследования в общее развитие науки. Наряду с использованием формы лица обращаем внимание на возможность употребления в таких ситуациях без личных оборотов. Удобными эквивалентами оказывается также сочетание в исследовании установлено, в статье рассмотрены и так далее. Нельзя не коснуться и вопроса об использовании определенных грамматических форм, например, обращений к формам пассива глаголов. Именно в научном тексте встречается гораздо чаще, чем в разговорном или публистическом стиле. Доказательность, убедительность отстаиваемых в научной работе положений достигается и за счет использования конструкции типа анализ примеров оказывает. Приведенные факты подтверждают. В связи с изложенным выше можно утверждать следующее и так далее. Синтексис научного текста также строго регламентирован, поскольку подчиняются законам логичности и доказательности, что обусловливают некоторую специфику синтетического построения, например, детальную передачу причинно-следственных отношений и оснащению предаточными предложениями причастными или всей причастными оборотами. Необходимость аргументировать и высказываемые и облегчить читателю понимание путем ясного слияния текста приводит к широкому использованию параллельных конструкций и выводных слов. Вместе с тем, обязательным условием научного текста становятся выражением авторского мнения. Необходимость такознательной оценочности приводит к частному применению определенных синтетических конструкций, выражающих отношение автора к высказыванному и одновременно слушающих для связи с предшествующими. Эти выражения авторского мнения наиболее уместны в начале абзаца, но могут использоваться и как вводные, и в середине предложения. Связанность текста достигается за счет соблюдения логики рассуждения. Трудно себе представить использование вводных слов типа, следовательно, таким образом, в самом первом абзаце работа, но совершенно очевидно, что они несут смысловую нагрузку завершения рассуждения, подтверждения ряда фактов. Связочные средства, как правило, выполняют многие коммуникативные функции. Они могут указывать начало рассуждения, выражать следственные отношения. Для подкрепления исследовательской логики рассуждения авторов прибегают к богатому набору подобных собственно языковых средств. Союзы, союзные наречения, повторные местоименные номинации и другие виды повтора, комбинации видеовременных форм глагола. Наконец, обращаем внимание студентов на необходимость соблюдения принципа абзацного членения текста. Речь не идет, конечно, об их строго регламентированном количестве, поскольку только для введения это становится более жестким требованием. Помните, следует только то, что каждый абзац заключает в себе отдельную законченную мысль. Кроме того, абзац позволяет более легко воспринимать информацию в тексте. Наконец, абзацы должны быть связаны друг с другом логически и содержательно. Таким образом, соблюдение требований научности академизма в работе это не сама цель, понимание того факта, что подготовленный текст, как впрочем, любой другой текст требует тщательной проработки, доработки, то есть процесса, носящего спиралевидный характер, необходимо каждый раз возвращаться к уже написанному фрагменту части работы, чтобы делать мысль точнее, о форме выражения адекватной ситуации. Только так можно достигнуть конечной цели полноценной работы, отвечающей требованиям языка, науки. Какие шаги следует предпринять студенту, чтобы достичь достаточного уровня академизма научности? Путь один. Постоянная работа над текстом, редактирование текста, перефразирование, в самом общем смысле оттачивание мастерства. Это комплексная задача. Само обучение дисциплинам становится не только целью, но и инструментом самообучении и выработке такого качества речи студента, как академизм. Спасибо за внимание.